Книга пророка Осии, 9 глава Напомню, что в самом начале книги Осия сравнивает народ Израиля с неверной женщиной, и он, собственно, женится на такой, и дальше все, что у него происходит. Вот его семейная жизнь – это такая, как бы, маленькая копия отношений Бога и его народа. И вот здесь они уподоблены еще раз. Полюбил плату блудницы. Ну, бывает так, что, к сожалению, какие-то женщины в силу очень тяжелого положения вынуждены заниматься проституцией, но здесь он ее полюбил, эту плату. Здесь ему понравилось. Здесь это осознанный выбор, а не следствие каких-то очень тяжелых обстоятельств. И изменил своему Богу для начала, а потом уже это стало нравиться, а потом уже это стало не просто нормой, но стало образом жизни. И вот эту плату давали на всяком гумне, то есть не в одном месте где-то, а вот куда попало, где угодно эта плата собиралась. И в результате не прокормит себя ни гумно, ни давильня, давильня или точила по церковнославянски, где выжимают сок, иссякнет в ней виноградный сок. Не жить вам в земле Господней вернется, Ефрем в Египет, в Ассирии будете есть нечистое. Но здесь такое антиблагословение. Когда-то, когда Израиль занимал благословенную или обетованную землю, то он получил благословение о гумне и о точиле, или вот об этой давильне для винограда, что здесь у них всего этого будет в изобилии, в тот момент, когда они оказываются выброшенными из этого завета по собственной инициативе, где они его нарушили. Соответственно, эти благословения оборачиваются своей противоположностью. Мы говорили в прошлый раз, что возвращение в Египет – это не только физическая эмиграция под натиском ассирийцев. Ну вот, бежали от ассирийцев через очень короткое время эти самые ефремлине, израильтяне, и многие из них оказались в Египте, чтобы только ассирийцам не попадаться. А часть была действительно ассирийцами выселена на север, в их собственную страну, и вот там они едят нечистое. То есть, вот те законы, которые в Ветхом Завете, в Пятикнижии описывают, что можно, чего нельзя есть, будут нарушаться, причем даже не по их инициативе, а просто потому, что в земле, где ты в рабстве, там особо не попривередничаешь, чего тебе есть, чего тебе не есть. И очевидно, что уже для этих людей поедание нечистого – это что-то плохое. Это не то, что Господь им говорит, ой, как вы себя плохо ведете, а это вот смотрите сами, что вам придется делать. Не возливать вам Господу вина, не угождать ему жертвами своими. Будут эти жертвы как похоронный хлеб, оскверняться все, кто его едят. Видимо, некий обычай на похоронах раздавать какой-то хлеб и приобщать людей к этим похоронам, может быть, тоже языческий вполне обычай, воспринимался как своего рода осквернение. Ведь человек, прикоснувшийся к мертвому телу, считался нечистым в Древнем Израиле. Вот так и здесь, прикосновение к этой самой похоронной пище, поедание похоронного хлеба, есть некий важный признак нечистоты. Эта пища для вас самих в храм Господень она не войдет. Что станете делать в торжественный день, день Господнего праздника? Вот, соответственно, эта самая пища, которую они будут получать в Ассирии, она непригодна для ритуальных целей, вообще она их на самом деле оскверняет. Так что, когда они осквернятся, они и праздновать-то не смогут, даже если бы они физически могли это сделать. Убегут они от разрухи, соберет их Египет, похоронит Мемфис, один из египетских городов, то есть уже до конца жизни туда. Накопленное ими серебро в крапиву ляжет. Их шатры зарастут твердым. Настали дни посещения, настали дни воздаяния, да знает Израиль. Вот эти наказания – это одновременно время посещения и воздаяния. То есть Господь не просто делает что-то плохое, но Он тем самым посещает Свой народ, Он прикасается к нему, очевидно, желая что-то изменить. Главное, чтобы Израиль это понял и узнал. Глуп пророк, безумен прорицатель, обильны преступления, велика вражда. Вот даже те, кто вроде бы в этом народе должны быть знатоками, те, кто должны возвещать остальным людям, волю Божью оказываются глупыми, безумными. Настолько все заслонено этой самой враждой. Вместе с Богом моим для Ефрема страж – вот кто такой пророк. На самом деле пророк – человек, который стоит на страже. Это не предсказатель, это не медиум, который наблюдает какие-то тайны далекого будущего или созерцает мистические реальности. Это охранник. Ну, охранник мы привыкли, тот, кто никого никуда не пускает. Охранник, может быть, немножко в другом смысле. Тот, кто предупреждает, тот, кто кричит «караул», когда подступает беда. Тот, кто говорит «не влезай, убьет». И ведь действительно убьет, если влезешь. «Ловушка птицелова на всех путях и в доме Божьем вражда». Ну, вот здесь ловушка как символ такого препятствия, того, что может поймать птичку. Ну, здесь скорее человека и вражда в доме Божьем, то есть в храме, безусловно, самое серьезное препятствие на пути к Богу. «Погрязли в разрате, как в одни гивы». Ну, это история из конца книги «Судия», где говорится о гиве Вениаминовой. Там очень нехорошо обошлись наложницы одного левита. Настолько нехорошо, что, в общем, после этого состоялась такая небольшая гражданская война. «Я припомню нечестие, их накажу грехи». Соответственно, как это периодически у пророков и объявляется, как периодически в истории Израиля и происходит. А вот дальше история отношений. Интересно, что, говоря об отношениях с израильским народом, Господь через пророков всегда рассказывает предысторию. Казалось бы, ну какая разница, что там было многие сотни лет назад. Люди, которые живут сейчас, не имеют прямого отношения. Они не существовали тогда, когда все эти вещи проходили. Но на самом деле человек живет в потоке истории, человек живет в каком-то вот времени, в каком-то сообществе. Он, живя, погружается в то, что было даже до него. Он может с этим разорвать, он может измениться или изменить даже окружающую действительность. А может плыть в этом течении. И вот здесь поэтому очень важно рассказать, с чего все началось. Вы наследники и преемники чему и как это было раньше. Когда я нашел Израиль, слава Господа, где он Израиль изображает, как такого младенца найденного, где таили. Даже вот чуть дальше будет другой образ. Он был как в пустыне виноград. Виноград, который в пустыне, то есть не хватает ему воды, его любой человек может оборвать. И, в общем, в опасности, когда увидел ваших отцов, они были как плоды смоковницы. То есть висят на ветке смоква, инжиром мы их обычно называем, есть хорошее славянское слово смоква. И любой проходящий их сорвет. То есть вот беззащитны, спелыми были, готовыми для тех, кто готов их сорвать, обидеть, присвоить себе. Но они пошли к Баал-Пиору, предали себя позору и мерзкими стали сами, как то, что они возлюбили. Но это история странствий из Египта, где действительно они в этом самом Баал-Пиоре предаются языческим культам. Казалось бы, вот они уже были готовы и, может быть, не только для недоброжелателя, для обидчика, но готовы для Бога. Они были как урожайная такая смоковница, как такой созревший виноград, но уже и тогда пошли каким-то другим путем. И вы, собственно, продолжаете. Улетит, как птица, слава Ефрема. Ни родов, ни беременности, ни зачатий. Продолжения рода не будет. Да, вот слава очень часто понимается как продолжение рода, как готовность рожать детей, воспитывать их, приносить дальше им, собственно, отдавать им то наследие, которое скопилось. Вот, если нет детей, то никакой славы нет. Сегодня, нам кажется, даже мы не думаем о демографии, когда мы говорим там про славу нашей страны. А хотя бы и взрастили детей, всех до одного отниму. Горе им, когда отвернусь от них. Ну и, соответственно, гибель детей понимается, и, безусловно, она и есть то самое, как что-то очень тяжелое, может быть, самое страшное наказание. Видел я Ефрем, подобный Тиру. Тир – это город Финикии, который, конечно, вполне языческий, насажденный в доброй земле. Он еще и расположен в хорошо и достаточно богатый город. С одной стороны, это такой признак благословения, да, когда Ефрем богат, как Тир. С другой стороны, ну, не Тир он, хотя бы потому, что он верит в единого Бога. Ефрем к убийце выведет своих детей. То есть ситуация, когда сам родитель, в данном случае этот народ, Ефрем, северное племя, главная часть северного царства, приносит своих детей тому, кто их должен убить. И мы читали в прошлые разы о том, как они в Ассирию собираются, с Египтом налаживают отношения. Вот, собственно, попытки играть в эти геополитические, как сегодня скажут, игры, они и заканчиваются тем, что люди оказываются отданы тем, кто совершенно о них не позаботится. Дай же им, Господи, что ты им дашь? Пророк вступает в такой диалог с Богом. Бесплодное чрево, сухие сосцы. В Гилгале вот для всех злодейства. Гилгал – одно из мест, где почитали Господа, но при этом не должны были почитать, да, в отличие от Иерусалима, от Скинии или храма. И вот почитание, которое осуществляется по собственной мерке, а не по тому, как хочет этого Господь, оно и приводит к тому, что ничего хорошего они не получают. «Ненавистно мне творимое там зло, из дома моего изгоню, и их не буду больше любить. Все князья их мятежники». Тоже странный образ. Ну, про изгоню и не буду любить, понятно. Как могут быть князья мятежниками, если мятежники – это по определению те, кто против власти, а князья – сами власть. Ну, потому что и над ними есть власть, потому что и вполне законный правитель, здесь не говорится, что они незаконные, может быть мятежником, если он выступает против Божьего закона, если он правит, что называется, себе в карман. «Сражен Ефрем, иссох его корень, плода ему не принести, если даже родят, умершлю драгоценное порождение их чрева». То есть, вновь бесплодность и отсутствие детей понимаются, как самая страшная кара. «Отвергнет их Бог мой за то, что не слушали его и станут скитальцами международов». История, соответственно, про то, как им предстоит идти в изгнание, и это еще и еще раз проговаривается. Ну, много осей таких похожих слов и выражений. В следующий раз прочитаем еще десятую главу, где подобные вещи обсуждаются снова. Продолжение следует...